Дети 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 в дальнейшем развиваться и прийти к обыкновенной нормальной жизни и быть обычным гражданином республики своей, государства. И я считаю, это очень необходимо в данный момент. Эта помощь очень необходима. Это направление дает нам возможность более охватить детей с особыми нуждами, помочь им определиться в этой жизни. И я думаю, что в дальнейшем это поможет и в обучении в обычных общеобразовательных школах. Главное вовремя увидеть этих детей и дать им то, чего им не хватает в этой жизни. Ранняя диагностика, а также комплексный подход к обучению и воспитанию являются основным принципом решения задач по сопровождению детей с особыми нуждами. Объединение усилий родителей, участие педагогов и врачей в оказании всесторонней поддержки таких детей имеет крайне важное значение. Основная задача службы сопровождения заключается в создании оптимальных психолого-педагогических условий для полноценного становления, развития личности ребенка, а также защита его прав на получение образования в соответствии с существующим законодательством. Изменения в сторону улучшения будут заметны у ребенка, если он будет получать дополнительные виды образовательных услуг в массовой школе. Фонд Евразия Центральной Азии при финансовой поддержке фонда Сорос Кыргызстан проводит постоянный мониторинг этой ситуации и совместно с международными донорскими организациями и профильными министерствами Кыргызской Республики активно работают над повышением профессионализма педагогов. У специалистов логопедов в нашем городе очень большая нехватка, и поэтому я думаю, что моя роль в этом деле будет значимой, поскольку очень многие дети нуждаются в логопедической помощи, и они не знают, куда обратиться. Прежде всего нужно пропагандировать эту работу, чтобы они знали, куда им обратиться и как решить свои проблемы. Созданные службы сопровождения – это надежда для родителей, чьи дети нуждаются в постоянном наблюдении со стороны специалистов различного профиля. В силу ряда обстоятельств до начала реализации настоящего проекта дети получали такую поддержку только в специальных образовательных школах. Я 24 года родила свою дочку, Делилова Бахтагуль. У меня были… врачи сказали. Я сама родила Кака Бутина, она у меня вторая дочка. Сказали, что у нас случилась родовая травма. Каждые три месяца ходим в реабилитацию, массаж, ЛФК. В год мы поехали в Бишкек. Нам сказали, что моей дочке поставили шунт, аппарат шунт, и ей поставили диагноз – это гидроцефалия, кистозная гидроцефалия. Вот, слава богу, сейчас у нас все хорошо. Она ходит в школу, вот школа для слабовидящих. Я очень благодарна, что у нас в Крымстане есть такие школы. Вот, что еще? Школа нам очень понравилась. Самое главное – она уже общается со своими ровесниками. Новые службы сопровождения позволят обеспечить аналогичный комплекс услуг уже и в системе общеобразовательной организации. При этом дети с особыми образовательными потребностями обучаются и развиваются вместе с обычными детьми. Как показывает практика, именно таким образом можно добиться существенного прогресса в обучении всех детей. Реализуемый проект дал толчок положительным изменениям в развитии и воспитании детей с ОВЗ, посредством включения их в образовательный процесс. Развитие инклюзивного образования неразрывно связано с решением вопросов адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья к школьной среде, когда возникают дополнительные трудности. Ребенок, поступая в образовательную организацию, должен получать комплексную поддержку. Для него должен разрабатываться индивидуальный план развития. И классный руководитель вместе с социальным педагогом при поддержке специальных педагогов должны ввести этого ребенка по всей, скажем так, школьной карте. То есть от начала обучения до вывода его из школы. В последние годы наметилась такая тенденция, что количество детей, которые обучаются именно в массовых школах, имеющих ограниченные возможности здоровья по зрению, слуху, по речи, увеличивается из года в год. Это, конечно, нас радует. Тем не менее, Министерство образования продолжает работать в этом направлении. Как при разработке нормативно-правовых актов, так и улучшении материально-технических баз школ. Например, при поддержке фонда Евразия в Центральной Азии в трех регионах страны были открыты ресурсные центры инклюзивного образования. В этих центрах сейчас обучаются 58 детей. Из них к началу нового учебного года 28 детей пошли обучаться в массу общеобразовательную школу. Для решения задач по комплексной поддержке детей с ограниченными возможностями здоровья усилий одних волонтеров и неправительственных организаций явно недостаточно. Поэтому особое значение имеет межведомственное взаимодействие министерств, образования и науки, социального развития и здравоохранения Кыргызской республики, государственных администраций, областей и районов. В рамках межведомственного взаимодействия активно проводится работа по развитию служб сопровождения, что поможет развивать инклюзивное образование. Комплексное сопровождение ребенка обеспечивается посредством разработки целостной системы, ориентированной на конкретного ученика. Учебная нагрузка синхронизируется с профессионально развивающей работой. Эта модель реализуется фондами в Азии, в Центральной Азии, при финансовой поддержке фонда «Сарус Казахстан». Усилия направлены на то, что дети получили всю необходимую поддержку, реализовали свой потенциал и были уверены в завтрашнем дне. Наравне с детьми ограниченными возможностями заслуживают пристального внимания и дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Одной из первостепенных задач является раннее выявление семей, которые попадают в группу риска и оказание поддержки таким семьям. Важно сохранить родную семью для ребенка. Зачастую элементарная консультация у специалиста может предотвратить развитие настоящей трагедии, поэтому во всемирной поддержке нуждаются и сами родители. В рамках реализации проекта в целях укрепления отношений в семье проводятся Дни семьи, где специалисты обучают мам и пап, как ухаживать за детьми и всячески развивать их. Родители обмениваются опытом, организуются различные игры и конкурсы, которые помогают ребенку развивать координацию и логику. В свою очередь педагоги получают дополнительные знания о том, как правильно составить индивидуальную программу обучения для детей с ограниченными возможностями. В целом, эти мероприятия нацелены на улучшение взаимодействий учителей и родителей, потому как любая совместная их деятельность является эффективной для развития ребенка и воспитания законопослушного гражданина. По итогам первого этапа реализации проекта сопровождения ребенка с ограниченными возможностями в инклюзивном образовательном процессе в Кыргызской Республике удалось решить ряд наиболее важных вопросов. Служба психолога-медико-педагогического сопровождения приступила к практической деятельности. В будущем планируется улучшить межведомственное взаимодействие между организациями, учреждениями, ведомствами, обеспечивающими психолого-педагогическую и социальную поддержку детей с ограниченными возможностями здоровья. Будет продолжена работа по повышению квалификации педагогов в вопросах инклюзивного образования. Все это позволит значительно улучшить образовательную среду для детей с ограниченными возможностями здоровья в Кыргызской Республике.